Сегодня 12 января. Как Маша проводит время дома? Это твой влог. Ааа, привет! Она думала, я её опять снимаю. Но больше об этом дне вы можете посмотреть на вот этой вот камере, снятой. Это значит на канале Вэ Виктория. Я заболела. Маша заболела, я её лечу. Она сопротивляется. Я тут обложилась чесноком, чтобы не заразиться. Чё молчите? Да шо, я мама. Она сейчас включила громкую связь и камерой снимает. Как мы разговариваем. Такое... Сегодня записались на 6 часов к вору. Ну такой же третий день сегодня. Всем привет! Давайте ездим тише. Я похожа на домового, потому что я дня три не выходила из дома, может четыре. Пульт где, блин? Привет! Ого! Не бегай себе! Привет! Я решила снимать влог. Ну а шо ж, подписчики соскучились и думают, что у меня всё очень плохо. Всем привет! Все видео про Машу на моём канале. Да. Всё, что происходило и как я весело болела три дня, четыре и сколько в день я уже сбилась. Я решила сделать... Это шо мама? Я решила сделать отдельное видео, Маша получит горло. Ты шо шутишь, мам? Я болею, но мне уже становится лучше. Ходили позавчера к доктору. У меня острый танзелит, это ангина. Но я уже принимаю антибиотики, поэтому мне становится уже легче. Сейчас мне даже кажется, что у меня, скорее всего, нет температуры. Вчера была ещё, сегодня походу уже прошла. Горло першит, но так тоже не сильно. У меня очень нужно уже помнить голову, но я просто не вижу смысла, потому что я всё равно сижу дома как бы. Приятного аппетита! Да, тебе тоже. Мы сейчас будем кушать. Мама приготовила вкусный рис и овощи с терияки. Типа как я делала с курицей, только тут без курицы. Ну, у нас тут уже не независимо, мы её уже дойдём, правда. Я не знаю, что мне сегодня во блог особо снимать, потому как я ничего интересного не делаю. Будни болеющего человека. У меня тут ежедневный список из допингов, лекарств, которым я закидываю. Сейчас хочу всё-таки пойти помыть голову, там сейчас мама в ванной, и после неё схожу. А то я из-за того, что выгляжу вот так, где-то вот так, и чувствую себя вот так. Я помыла голову за много дней, наконец-то. Чувствую себя намного приятнее теперь. Правда, из-за того, что я их давно толком не расчесывала, потому что так, знаете, в хвосте были, и теперь лезут сильно. Плюс у меня и так волосы, ну, типа, выпадают, малёх. А ещё-ещё с антибиотики пьют, так это вообще просто кладбище тут у нас в квартире. Ребятушки, мой день очень скучно, проходит дома. Я вот сейчас нагрела борщ, будем с мамой кушать. Уже идёшь? Угу. Там ещё чуть-чуть осталось. Да. Чистая добавка. Бонус. Мама была сегодня у стоматолога, доделывала свой зуб. Ещё не всё, да? Ещё надо будет там чё-то... Ещё временно там что-то поставили, надо подождать. Ещё через месяц ещё раз всё перетелать. Ахренеть. Мне сказали, что так долго. У меня глаз до сих пор немеет. Ну, вот он ещё не чувствительный. А чё так аж? А вот это же колет вот сюда, типа, вот туда. Фу. И оно... Я понял. На улице. Я надеюсь, завтра я выйду из дома. То, что у меня уже кожа позеленела от недостатка Этимина. Доброе утро. Сегодня уже следующий день. Я решила снимать два дня подряд в один влог. Потому что вчера наснимала мало. Я недавно встала. Сейчас где-то 11 часов. Я уже сходила в душ. Привела себя чуть-чуть в чувства. И на сегодня как раз... Что ж такое? Я как раз сейчас хожу. Думаю, у меня... Я не знаю, что с голосом. Но когда он делся, это... Это странно. Я думаю, что сегодня днём делать. Решаю, какие на сегодня планы построить. Или никаких не строить. Короче, сейчас как раз в процессе раздумия. Сейчас я хочу померить температуру. Хотя я практически на 100% уверена, что у меня её нет. Просто померю, чтобы быть уверенной. И после этого уже дальше буду отталкиваться. Потому что если у меня всё-таки есть немного температуры, то я сегодня буду дома никуда. Не буду высовываться. А если температуры нет, то уже можно подумать насчёт того, чтобы... Или выбраться сегодня куда-то на улицу что-то поделать. Или, может быть, вообще уже собрать вещи да поехать в Киев. Короче, я сейчас думаю как раз по поводу этого всего. Сейчас мама вышла ненадолго, ей что-то там в банк надо. Она сейчас придёт, мы покушаем. Мне надо будет выпить опять свои антибиотики. Но реально, что я заметила, что у меня начали вот сейчас ещё больше волосы сыпаться, чем сыпались и так до этого. Прекрасно. Ещё мне уже безумно сильно нужно на маникюр, потому что у меня уже очень сильно отросли ногти. Просто посмотрите на это. Уже просто на половину ногтя всё поотрастало. А я не могу записываться к мастеру на ногти, пока я точно не буду уверена, когда я, блин, поеду в Киев. Понимаете, в чём у меня сейчас дилемма? Моя машина, которая должна мне приехать, должна была ещё в начале этой недели приехать, но там чуть поменялось всё, она на 90% вероятности приедет в это воскресенье. Сегодня четверг. В воскресенье она приедет, и здесь машине нужно будет в Черкассах побыть ещё где-то 4-5 дней для того, чтобы с ней сделали все манипуляции мне. Чтобы поменяли шины, чтобы мне поменяли расходники, масло заменили. Ну, в общем, все вот эти штуки базовые с машиной нужно будет сделать. И для этого нужно пару дней. Для того, чтобы сделать полностью техосмотр, проверить всё ли там в порядке. Короче, на это нужно время. И я думала посидеть в Черкассах до воскресенья. Чтобы в воскресенье я, типа, хотя бы машину увидела, такая порадовалась, ура, она приехала, она уже есть. И потом со спокойной душой поехала в Киев. Потом на неделе, когда машина уже будет готова, мама со своим Артёмом приедут на ней в Киев. Привезут машину, заодно погостят у нас денёк-два, погуляем по Киеву, там пообщаемся, увидимся, все дела. Потому что мама тоже с Артёмом уже очень давно не виделась с моим. Вот это вот всё мы думали провернуть. То есть машина приезжает, она тут пару дней остаётся. После этого её мама с Артёмом привозят в Киев и уже оставляют её у меня. И там на следующий день или через день уезжают обратно в Черкассы к себе. Но меня так разбирает интерес, и я настолько хочу её просто увидеть, что я задумываюсь насчёт того, чтобы остаться здесь до воскресенья. И, типа, увидеть её, потом поехать. Ну, я буду сидеть в Тыкат, тут ещё три дня в Черкассах до воскресенья. И чё потом? Ну, я просто увижу машину, и мне придётся обратно уезжать. Ну, типа, камон. По поводу машины, кстати, очень много вопросов я делала на днях вопрос-ответ в Инстаграме. И очень многие из вас задавали вопросы, там, какая машина, откуда машина, а какого года там, а есть пробег или нет пробега. Я там на часть вопросов поотвечала, но в основном я всё равно буду снимать об этом видео отдельное, где я вам просто всё это расскажу. Я не хочу ничего рассказывать до того, как машина приедет, просто чтобы, знаете, не сглазить, типа того. Я хочу, чтобы она приехала, всё уже было готово, уже 100% она у меня и всё хорошо, и потом я вам всё расскажу. Просто это не какое-то не суеверие, просто для меня так будет чуть-чуть спокойней, потому что я уже так давно её жду-жду-жду, уже так много всего срывалось и менялось и переделывалось, что я боюсь лишний раз уже что-то делать, чтобы в очередной раз ничего не перенеслось и не сорвалось. Потому что я ехала в Черкассу уже с точным осознаванием того, что вот в понедельник 13 числа машина уже будет у меня, ага, но нет, не получилось. Многие спрашивают, типа, почему у вас так долго занял этот процесс, почему там всё так тяжело, почему вы уже там что-то два месяца уже бегаете с этой машиной, она всё никак не приедет. Просто мы выбрали не самый лёгкий способ, скажем так, самого процесса. И я уже не выдерживаю, честно говоря, но надеюсь, что уже скоро это всё закончится и я перестану думать о том, когда приедет, когда будет, всё ли хорошо, что произошло опять, ну короче, такое. Ой, ладно, давайте закончим сейчас уже про машину. Я сейчас померяю температуру и вам скажу, что я там увидела. Какой неожиданный поворот событий. Я померяю температуру, у меня 37,4, хотя я абсолютно себя нормально чувствую. Я не знаю, в чём это прикол. Я не знаю, может ещё раз перемерить, а то мне уж как-то не верится. Влог снимаю. Мама пришла, порешала свои банковские вопросы. Ты чё открыла? Всем привет. Да я открыла, чтобы проветрить дома и залезла под одеяло, чтобы не мерзнуть что-нибудь. Ну чё уже проветрить? Да. Я всегда так боюсь сбивать градусник. Это просто ужас какой-то. Откуда температура? Ты показывала медведя? Мама, кстати, это я забыла. Мама вчера притащила медведя, подарила мне. Видела в магазине и прям представила, как Маша на нём будет лежать. Вот смотри. Да, на нём очень удобно. Я уже вчера проверила. Маша 19 лет. Смотрит мультики и лежит с медведем. Да, да. Мама говорит, что скорее всего я просто привыкла к ощущению температуры уже и поэтому, типа, мне кажется, что всё нормально. Хорошо, что померила. Получилось что-то странное, у меня, правда, температура, я не понимаю почему, но ладно. Тогда я сегодня опять не думала. Я уже не могу просто. Меня уже тошнит от дома. Вот это если б не Аватара Анг, я бы вообще суицинулась. А, кстати, я вам не говорила, я смотрю мультсериал. Аватар Легенда об Анге. Я думаю, все, кто знает и любит, все сейчас вот пятюни мне дали в экранчик, потому что я просто обожаю это аниме. Это, наверное, единственное аниме, которое я смотрю и люблю. Мне кажется, просто потому что оно, знаете, такое не слишком за анимешинное, что оно не напрягает. Ну, короче. Меня уже напрягает, не знаю, как там кому, я уже не могу эти голоса слушать. Я просто не вмикаю в сюжет, не знаю, что там как. Я готова терпеть эти писклевые голоса в мультике ради того сюжета. Очень интересно. В общем, мы с мамой будем сейчас слушать. И домашний лук. На, тебе надо есть. Ты все равно с дома выходить не будешь. Вот это тебе надо не съесть. Можно понять. Да, я тоже даже буду солидарна с тобой. У нас в гости приветулечки. Приветулечки. Чего ты испугался? Артем. Ты туда, ты сюда. Артем сегодня был на рубалке и поймал рыбу. Представляете? И мы ее закоптили. Представляете? И мы ее закоптили. Ну, мама коптила с Артемом. Артем коптил. А-а-а. Я тут только снимала. В коптильне. Подробности смотрите на канале. Вы, Виктория? А я картошку сварила. Вообще-то да. Да, пересадила, правда ее. Неважно. Всем снова привет. Следующий день. Я уже сбилась совершенно со счета, какой он. Я дома, как обычно. И честно говоря, я уже просто нереально хочу вернуться обратно в Киев. Мне тут, конечно, хорошо с мамой и все дела, но я тут не могу ни черта полезного делать. А я уже думала взять, сесть, снять какое-то видео. Но у меня просто нет никаких идей в голове. Я пыталась, ничего не могу придумать, что снять. Вот так, кроме влога. А тут мне на влоге снимать нечего. У меня тут даже, в принципе, дел никаких нет. Потому что мама приготовила покушать, покушать есть. Убирать особо не надо, дома порядок. Дома хоть там я что-то по дому могу в Киеве делать. А тут вообще я сижу и просто тупо тупею. Я не могу уже так. У меня аж прям какое-то уже депрессивное состояние. Из-за этого ни черта ни дела не началось. Потому что я просто разлагаюсь, как будто бы. У меня снова температура я померила только что 37,2. Я не понимаю откуда. Она у меня уже даже горло не болит. Да, она еще чуть красненькая, но уже в целом нормально. Не знаю. Только что с папой разговаривал. Сказал, что сейчас заедет ко мне, привезет мне каких-то там мандаринок, апельсинок, фруктиков, витаминчиков. Чтобы я поправлялась быстрее. Сегодня должен был приехать Тёма в Черкассы. Но я только что с ним тоже разговаривала. Он сказал, что перенесет свой приезд на завтра. А я завтра собираюсь уехать уже в Киев. Не знаю. Может быть уехать вместе с ним в воскресенье. Но я не могу. Я уже просто не могу сидеть в Черкассах. Серьезно. Все. Я... Ой, что это? Я умылась. Почистила зубы. Освежилась. Одела свитер более человеческий. Потому что папа подъедет и я к нему выйду. Чтобы я не выглядела как бомж. И сейчас я хочу вот это вот все, что я наснимала чуть-чуть. Но наснимала за эти дни. Смонтировать и вам выставить. Скорее всего я прям сегодня выставлю. Сейчас три часа. Ничего. Я думаю нормально. Я думаю к шести часам я вам его опубликую. Надеюсь вы сильно не обидитесь. Но я просто действительно старалась снимать хотя бы немножко то, что происходит. Но особо я говорю вам. Ничего не происходило. Я все это время была дома. Я только что кстати просмотрела свое горло в зеркале. И увидела, что там еще в некоторых местах у меня есть пара вот этих точечек. белой вот этой штуки типа налета. Который ну не вытирается. То есть он не убирается ватными палочками ничем. Я думаю что температура у меня еще немного из-за них. Потому что организм еще типа старается их уничтожить. Плюс антибиотик действует. У меня уже наконец-то нет воспаления на миндалинах. То есть это все уже сошло. Там только остался чуть-чуть еще тот белый налет. Такие вот дела. Я уже даже думала может быть выйти куда-то наконец-то из дома. Но честно говоря я даже не знаю куда. Типа что делать. Потому что по магазинам идти я не хочу. У меня нет там типа желания покупать шмотки. Просто гулять на улице холодно. Я могу окно открыть воздухом подышать. В принципе да и все. Больше мне нечем заняться. Гулять ни с кем я. Все ребят я думаю я на этом закончу. Сейчас склею вам это и выставлю. Так что вы сейчас это смотрите. Знаете это происходит прям вот в тот же день как я вам досняла этот фрагмент. Так что спасибо за то что посмотрели. И если вы досмотрели до конца. Папа что ли? Кто? Ага заходи. Да папа. Давайте увижу с папой и потом с вами прощаюсь. Сейчас тащу на кухню пакет. Он привез мне фруктики. У нас тут мандарины. Ой. 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 У нас все вышло из под контроля. Ааа. Не. Помела тут. Гранат. И синкерс. Я не знаю с чего начать. Я хочу все. Я начну с пары мандарин. И все. Все ребят. Я села монтировать. И буду сейчас делать вам вложек. Так что скоро я выставлю. И не скучайте. Спасибо за просмотр. Всем пока.